Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика и оператор. Не пугайтесь, это снова мы с нашим анонсом. Ввиду того, что я сейчас плету миниатюрки в маленьких корзиночках, я уже говорила, что я приобрела в магазине еще до карантина вот такие вот маленькие миниатюрные корзиночки в виде половиночки яиц. Они керамические, высота корзиночки от основания до этой уровня, до ручки, до самой высшей точки 10 сантиметров. Но так как не у многих есть корзиночки, и у меня больше нет, то мне пришла идея по созданию корзиночки из бисера и проволоки. И посмотрите, какая красота у меня получилась. Попрошу оператора поднять камеру. Пожалуйста. Вот такая красота. Эта корзиночка чуть шире, чем те, что у меня есть в наличии, керамические, но высота также 10 сантиметров от основания до ручки, а высота этой корзиночки почти 5 сантиметров, чуть поменьше 5 сантиметров. Эту корзиночку я плела специально на медной проволочке, так как я снимала мастер-класс. Пожалуйста, пишите в комментариях, А вообще нужен ли вам этот мастер-класс? Мастер-класс достаточно большой, объемный, и мне требуется время, чтобы собрать все файлы вместе и поделиться с вами своими авторскими наработками. Эту корзиночку я решила сделать вот таком, скажем так, свадебном варианте. Но на самом деле через неделю уже будет праздник, светлые пасхи, и, конечно же, светлые цвета приветствуются, но особенно белый. Ну и здесь я, конечно же, сделала бледно-розовые также, как вы можете видеть, но это еще не все. У меня появилась и вот такая корзиночка. Это самая первая корзиночка, которую я сплела вчера, и уже на основе ее я делала беленькую корзину. То есть это и есть корзиночка. Именно вот в процессе этой работы я вот придумывала схему. То есть это, скажем так, пробный вариант. Он у меня получился, удался. Сюда я посадила миниатюрные нарциссы, и здесь также лаванда. То есть вот такая вот красота. И сейчас у меня появилась пока еще пустая и вот такая вот корзиночка. И мы с тобой такие гордые. Да. Я за тебя, а ты за себя. Да. И, пожалуйста, пишите в комментариях, нужен ли вам мастер-класс. Сплести ее не то чтобы сложно, но долго. Но я постаралась в мастер-классе объяснить абсолютно все. Мастер-класс будет почти, даже не почти, нет, 30 минут, а то и более. Надеюсь, что вам он понравится. И вам вообще понравилась идея создания такой корзиночки своими руками. Нужно не так много бисера на миниатюрку. Но сразу скажу, что проволочка нужна 0,5 мм. Размер 0,4-0,3 не подойдет. Если есть 0,6 тоже будет замечательно. Но для ручки понадобится проволочка потолще. Либо флористический стержень. Это все, что вам понадобится. Конечно, за исключением бисера. Так что, если есть желание, еще раз напоминаю, пишите в комментариях. И подбирайте бисер в том цветовом сочетании, который вам нужен. Который вам подойдет для ваших цветочных композиций. Ну и также напоминаю, что мы находимся на канале. Кошка 2015-цветы из бисера. Бисероплетение МК. Что означает мастер-класс. Оператор вообще у нас здесь молчит. Так что, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Ну, ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, задавайте вопросы. Ну, а на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.